архитектурный патруль в жилом комплексе акварель дом располагается по адресу проспект небесной сотни угол вильямса но на самом деле когда мы сюда ехали мы уже проехали табличку одессы перечеркнуто и этот жилой комплекс в реальности располагается уже за городом село лиманка одесская область состоит он из трех домов 3 новострой 2 из которых еще строится один уже сдан в эксплуатацию в первом квартале этого года так что идем его и посмотрим подход к этому жилому комплексу акварель по вот этому вот переулочку справа здесь находится эпицентр все его склады и что ребятки так будет всегда вот тут будет всегда какие-то вот странные коробки слева nissan куча автомобилей парковки тот кто купит здесь квартиру вот каждый день вот такие вот прогулочки никакого особо наслаждения нету где там зеленый газон вот это не газон до сорняк а еще все это время не было тротуара и он появился только на полпути вот здесь я уже минут пять иду тротуары закончились начались лужи и того мне понадобилось 12 минут топать сюда к этому жилому комплексу пришли жилой комплекс акварель он сдан уже как несколько месяцев тем не менее выглядит он так как будто еще строится достраивается доделывается еще валяются какие-то вот куски газобетона мусор строительный все это вообще-то уже должно было быть уврано отсюда и территория вся очищена у нас все как всегда жилой комплекс акварель чем-то мне очень сильно напоминает жилой комплекс радужный ну по крайней мере по своей цветовой категории тут прям вот несколько цветов и зеленый и розовый и желтый и синий смотрится вроде бы это неплохо epic fail заключается в том что тут нету паркинга по крайней мере вот этого подземного крытого такой как должен быть жилой комплекс многоэтажный высотный и единственное место где можете оставить свой автомобиль это вот это вот гостевая стоянка но этого недостаточно даже для половины семей яркие цвета фасада но тем не менее покрашена опять же очень и очень криво и утеплен я уверена этот дом обычным пенопластом это очень дешевый материал очень ненадежно ну и вот детская площадка туда не площадка это маленькая площаду личка площаду сечка потому что она реально очень и очень маленькая тут фактически нет никаких качелей ну вот одна вот такая вот пожалуйста наслаждайтесь качаетесь да и кстати все вот эти болты обязательно должны быть закрыты пластмассовыми пластиковыми такими вот колпачками иначе дети здесь поранится почему это ну а из плюсов это то что песочница закрыта это реально плюс это очень хорошо песочница не станет местом для туалета местных животинок которые тут будут бегать и прыгать но вот это тоже например все вот эти болтики их тоже нужно было бы по закрывать и у меня глобальный вопрос по отношению к этой детской площадке где резиновое покрытие потому что это все не канает вообще-то в современных жилых комплекс обязательно должна быть подставка под кондиционер которая делает фасад хотя бы эстетичным понятно что без кондиционера никак и очень дорого выносить кондиционер на крышу но тем не менее вот такая вот хрень которая у вас будет торчать на фасаде и капать вот сюда прям на землю а то и вот так вот на фасад это очень очень плохо это раз повторить я говорила что дом пенопластом утеплен я была права пенопласт самый дешевый отвратительный и не пожаростойкий материал очень дешевый козырек просто вот максимально я тебя слепила из того что было и все что осталось налепила все уже в ржавчине здесь вот тоже вот видно как она скреплена вот тут тоже вот какие-то кусочки торчат в общем просто просто ужасно все вот это является целостностью фасада либо тут будут два гаража для самых богатых жителей этого жилого комплекса либо вообще непонятно нахрен это нужно так вот он подъезд кстати вот это очень даже симпатично смотрю на вот этот декор и понимаю что на самом деле это единственное что у меня ассоциируется с акварели потому что действительно вот эти якобы стеклянной картинки выполнены в какой-то вот акварельной техники ну в принципе пока что все домовой датчик кстати не работает судя по всему вот тут вот находится обслуживающая компания называется на дом плюс 2 вот эти люди они будут отвечать за обслуживание жилого комплекса ну по крайней мере вот этого подъезда и мне нравится как сделано вот эта дверь она реально красивая опять же мне нет ассоциации что это акварель и какая-то акварельная техника ну хотя бы вот эти домики всегда самый показательный последний этаж поэтому мы едем на 16 это грузовой лифт в принципе оправданная что он еще весь вот такой вот закрытой этими деревяшками еще ведутся строительные работы в квартирах ход лифта ну я слышу как идет лифт он не беззвучный закрыт дымовой датчик и это означает что в случае пожара он не сработает вероятность очень мало но при этом я нашла что есть небольшой пожарный ящик якобы даже вот подведена вода но там внутри нету пожарных рукавов и это так себе хорошо это во первых во вторых то должна была быть еще информация когда последний раз его проверяли и тестировали потому что дом только сдан и сейчас вероятность пожара крайне велика на полу плитка конечно же вся еще грязная ибо проводятся строительные работы в самих квартирах но тем не менее плитка даже не самая дешевая смотрится неплохо коричнево-белое это первых но во вторых мне не понятно зачем здесь так много площади это всего лишь подъезд он должен быть просто чистым и уютным а место тут просто очень много думаю что лучше было бы сделать либо больше квартиры либо хоть какие-то кладовки для людей потому что их тут нет да во первых на полу здесь самое что ни на есть дешевая плиткой хотя это пожарный выход хорошо что это плитка хотя бы есть вот тут вот на лестничном марше а из глобальных минусов это то что вы тут на перилах нет перил это просто железной фигни вопрос что тут происходит с плиткой на балконе во первых два вида плитки тут используя на чуть светлее чуть темнее во вторых частично плитка вся уже вот потрескалась там потрескалась во вторых она как-то установлена криво вот все это видно перила это просто самое дешевое что только можно было бы сделать выглядит они просто отвратительно это просто кусочек очень дешевого и очень тонкого металла смотрится неэстетично сверху какая-то пленка не ободренная до конца все очень грязное но еще и конечно же на все криво установлено едем пассажирском лифте слушаем его застройщик не обманул действительно тут фирма карат установлена карат лифт комплект проверим если здесь автоматика есть автоматика хорошо но при этом я бы не назвала этот лифт бесшумным потому что пока мы ехали то мы слышали как что-то дребезжит и дергается словом этот лифт и якобы вот только ввели в эксплуатацию а его нужно уже проверять делать ему техническое обслуживание и так жилой комплекс акварель ну во первых застройщик нас обманул обманул в чем на сайте он обещал нам что стены утепляются минераловатным теплоизолятором это полная ересь ибо мы видели сами что там был просто самый что ни на есть обычный пенопласт с точки зрения техники пожарной безопасности тут полная задница потому что проводятся еще строительные работы используется сварка и тем не менее чем тушить пожар а просто не чем потому что тут в реальности ничего нет застройщик также обещает что придомовая территория благоустраиваются оборудуются детские игровые площадки и зоны отдыха но где все это ребятоньки этого всего нет одна очень маленькая детская площадка которая даже для вот этого одного 16-этажного дома считаются очень и очень маленькой но тот факт что здесь нет паркинга тут будет просто коллапс ну и с точки зрения расположения этого жилого комплекса она очень индустриальная вас никогда не покинет ощущение стройки потому что рядом большие маркеты где тоже продаются строительные материалы до продуктового магазина вам еще топать и топать и я считаю что самая адекватная цена за квадратный метр вот в этом жилом комплексе это долларов 200 ребятки и не больше до встречи хорошо что никто не покалечен кстати ну вот туда рекламный борт нарисована детская площадка вот и близко то что мы видели не похоже с тем что нарисовано здесь это во первых во вторых помимо того что здесь довольно прикольные горки нарисованы тут есть резиновое покрытие вон он вон она сейчас и через то хам но переберусь вот это резиновое покрытие которого на самом деле не оказалось вон 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 все 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 детские площадки на самом деле здесь ну очень даже приличный скоростные лифты фирмы отис лифты этой же компании работают в эфелевой башни в париже ребятки вы серьезно у вас там и близко не отис у вас на сайте написано одна фирма вот тут вот на вот этом рекламном борде вообще написано что я колбут скоростные лифты фирму это просто какая-то ересь и опять же здесь написано что фасад утеплен минеральной ватой это неправда прохладно летом и и и